Брифинг у нас небольшой о тех мероприятиях, которые общественные организации и активисты подготовили к Дню Независимости. Этот день мы сегодня немного переосмыслили и о том, что вы приготовили, Елена Ловчинская, Виктор Штрубчанов и Наталья Малько, о тех мероприятиях, которые запланированы на идее. Лен, общую конво, так как вы организатор всех по сути мероприятий. В общем-то, приближаются праздники, какие-то жественные, День города, День Победы и Независимости, ты даже уже не знаешь, какой самый главный праздник. Мы посмотрели на как это будет праздновать Божий Совет, как эти праздники будут проходить в городе и в области и поняли, что без нас не обойтись. Потому что особенно убивают в День Независимости, мы посмотрели, то, что предлагает город, это празднование дня рождения парка Горького. Это просто кощунство. Поэтому собрались силами, какими-то с нашими, всей общественностью. В данном случае инициатором выступила я, как представитель Евробайдана. И мы решили сделать праздник Харьковчана. Конечно, мы будем наблюдать все меры безопасности. Мы согласовали с милицией. Но обойтись в этот День без марша независимости просто невозможно. Конечно, День Независимости нам сейчас дается очень тяжело. Мы видим на Востоке, сколько людей будет. Мы видим, как по три года борются внутри страны. И просто не отпраздновать этот день невозможно. Мы предлагаем Харьковчанам нитинг возле памятника Шевченко, как всегда, в 18.30. Здесь же будут выставляться волонтеры, военные организации наши. И скинный корпус, Харьков-1, Слобожачина. Будут стеты выставлять. Мы знаем такие организации волонтерские, как Патриот, Нагодой Солдата, Ворогиня. Они покажут Харьковчанам и другие тоже, извините, кого-то, если не назвала. Всех приглашаем, чтобы Харьковчан информировать, кто в Харькове и действительно стоит за независимостью Украины. После митинга мы пойдем маршем независимости на площади Свободы. И там Харьковчан ждет большой сюрприз. Потому что к нам приезжает легендарная труба «Тень солнца». Все знают ее песню «Еханы козаки». Эта песня у многих военных стоит как рингтон на телефонах. И этот концерт у нас не развлекательный, это патриотический концерт. Поэтому дух Харьковчан, конечно, патриотически поднимется. Будет много военных придут тоже на этот концерт. И я думаю, что это будет достойное празднование Дня независимости. Правильник будет охраняться и батальонами, и правым сектором, и скидным. Все будут помогать. Естественно, милиция будет охраняться. Все будет прочертано. Мы ходили, согласовались с милицией. Почему марш независимостью? Это как бы небольшое расстояние получается. Чтобы это все было локально, чтобы не было никаких случаев. Как мы помним, тогда марш хотели устроить на Московском проспекте. Это очень длинное расстояние. Обеспечить безопасность было очень тяжело. Главное безопасность и главное патриотически на высокой ноте праздновать этот праздник. Мы приглашаем. Там будут все демократические силы. Там будут выступать на этом митинге военные. 92-й батальон и все наши представители военных организаций, которые у нас воюют сейчас. В общем, все достойные организации будут выступать. Харьковчане, приходите. Конечно, будем собирать средства для военных. Волонтеры, которые будут приходить. И я думаю, что сейчас вы увидите именно тем, никто вас не обманет, кто здесь будет выставляться. И вы будете видеть всех людей, которые занимаются помощью военных. Лена, еще раз четко. Какого числа, в котором часу начало и по времени снова же, когда концерт запланирован, в общем, по мероприятиям и в котором часу они будут проходить и в какой день? Значит, в понедельник, 24 августа мы все собираемся возле Тараса в 18.30. И там будет торжественный митинг и выставки волонтеров и военных наших всех организаций. После этого, где-то в половине девятого, чуть-чуть раньше, мы выстраиваемся на марш независимости. Идем до площади свободы. На площади свободы будет установлена большая сцена. Будет выступать группа «Тень солнца». И «День солнца» начнет выступать в 21.00. В котором закончится концерт. До 23.00. Кроме группы «День солнца». Они будут два часа выступать. Такой группы. Большой концерт, на большой сцене, достойная группа. Да, спасибо. Виктор Трубчанов. Какие мероприятия, я так понимаю, это будет до Дня независимости. Ваши мероприятия запланированы. Снова же по пунктам. Где, как, кого вы ждете? Это мероприятия будет называться «День памяти». Будет проходить в Утягском медопарке. Суть... Какого числа? 23.00. В который? День освобождения Харька. 23.00. 23.00. 23.00. 24.00. Гидропарк. Гидропарк Утягский, улица Шептовская, 17.00. Суть этого мероприятия будет заключаться в следующем. Это установка памятного камня погибшим воинам в период. Хорошо, дадите внимание, с 23.00 до 29.00 августа в Харькове. В освобожденном Харькове. Эти люди были там же захоронены. Это далекосводный батальон, так называемые чернорубашечники. Там были русины, армяне, русские, казахи, украинцы. Они пришли только со стрелковым оружием, но хорошо укрепленные в позиции фашистов. И так все привели на песочке, в жару, целую неделю их тут не мог убрать. И потом, после всего произошедшего, их просто разорвали. Таким образом, видимо, чтобы скрыть то ли халатность, то ли лупость человеческую. И вот таким образом мы хотели бы, жителям Минутки, вот это белое пятно, показать людям, что не такая уж и веселая дата 23.00 августа 1943 года. После всего этого будет проведен молебен, приют священники разной конфессии, будут открывать души погибших, будут приглашены ветераны, которые реально участвуют в этих боях, именно в этих боях. Будут присутствовать дети войны, там вот эта замечательная женщина, которая была 8 лет, в то время она все видела своими глазами и все рассказывала. С такими жуткими подробностями, настолько живо, это в кино не увидишь. После всего этого мы перемещаемся на берег речки Улы, там фашек, песни военных лет, ну и, безусловно... Это поминальное оказывание? Безусловно, да. Безусловно, да. И на коммунской истории, собственно, все. Я могу еще рассказать немножечко об истории, как освобождался Харьков. Наверное, это будет интересно, как причал, мне кажется. Вот здесь есть не так. Я думаю, что в контексте той даты, которая будет, вы все это расскажете и покажете. Да, я скажу, покажу. 23 число, это день памяти. 23 число, 4.00, день памяти, улица Шепетовская, 17. Всех приглашаем, кто хочет, раскрыть глаза и понять, как было самоотделие. Наталья Малько, Автомайдан. Возвращаемся к 24 августа. Наташа, что Ваша общественная организация запланировала на 24 августа, до того, как пройдет 18.30 и марш, и концерт? Да, 24 августа мы запланировали автопробег. Раньше у нас, конечно, автопробеги проходили намного чаще, но в связи с тем, что активисты сейчас все заняты, кто помогает армии, кто занят в других проектах, у нас их достаточно много. Мы сейчас проводим автопробеги нечасто, под какие-то даты, под какие-то праздники. И сейчас будет автопробег 24 числа в 14.00. Мы приглашаем всех калькорчан к вам присоединиться. У нас достаточно сейчас большие автопробеги, хоть они не часто, но многочисленные. Мы хотим подчеркнуть, что Украина независима, мы хотим отпраздновать со всеми эту дату и присоединиться ко всем городам Украины, потому что мы все-таки едины. То есть во всех остальных городах тоже будут подобные автопробеги? Во всех остальных городах будут и автопробеги, и празднования, и парад в Киеве. То есть это для нас может быть, конечно, сейчас связи с тем, что война, это должно быть не такое празднование, но все-таки не нужно забывать об этой дате, не нужно забывать о дате независимости Украины. Вот, всех приглашаем 24-го числа в 14 до 0, и потом после автопробега мы присоединяемся к общему празднику, к общему мероприятию Евромайдана и других патриотичных организаций Харклова. А куда вы приглашаете, откуда старт? Старт супермаркет Билла 23 августа. Сколько автомобилей подряд планируете на данном этапе, без присоединения? А, извините, что-то поменялось, да, извините, супермаркет Билла, Клочковская, возле рынка. Сколько автомобилей от вас? От нас, ну вообще, от патриотов, ну именно людей, которые состоят в организации, ну будет около 20. Но к нам всегда присоединяется очень много харьковчан, ну планируем около 50 автомобилей. Маршрут, скажите, пожалуйста, от Биллы дальше? Маршрут от Биллы мы планируем проехать по Клочковской, потом планируем, ну вокруг города, да, там по Гагарина, по Салтовке, то есть охватить наибольшее количество районов города. И завершить в центре, возле Шевченко. В котором часу? В 18.30, мы планируем в 18.30 подъехать к общему мероприятию. Наташа, что нужно при себе иметь для того, чтобы к вам присоединиться? Вы знаете, ничего не нужно иметь, даже машину не нужно иметь. У нас, как правило, не схватает в наших машинах просто желание, хорошее настроение, ну желательно символику, но если ее нет, в принципе, мы поделимся и иметь. То есть, в принципе, хорошее настроение, позитив и доброжелательное отношение к губе. То есть, 24 августа празднование общественными организациями и активистами начнется в 14.00 на Клочковской, возле центрального рынка, супермаркет Билла. Да, да. Там вы ждете всех, кто хочет присоединиться, объезжаете, присоединяйтесь в 18.30 к выставкам и тем мероприятиям, которые проходят возле памятника Шевченко. Да, возле памятника Шевченко. Потом формируется колонна, идет на площадь Свободы, и там завершается все концертом. Знаете, хочется сказать, что поражает, что этот праздник нас всех объединяет. Знаете, вроде бы время идет, длительный срок, такой происходит, в стране война где-то на Востоке. Вроде бы, кажется, демократические силы так где-то разделены, и каждый занимается своим. Но вот это как раз этот день, который нас объединяет. Мы все придем и покажем, что все равно мы вместе. Да. Если есть уточнения, есть вопросы? Нет. Спасибо большое. Ждем всех харьковчан с начала 23-го на День памяти, а потом на 24-й.